если я вас приветствую давайте посмотрим вашу недельку что там у вас в поле наиболее проявлено возможно какая-то основная энергия или же какое-то яркое событие давайте настраивайтесь на себя посмотрим основная энергия или события совет и предостережение ну что готова давайте так кайфуйте давайте так все прекрасно хорошо неделя я бы сказала будет эмоционально устойчивая та которая вот прям хочется чувства и эмоции вы действительно знаете я бы сказала дом полная чаша да вот про то что чтобы не происходило все равно найдете в этом позитивные какую-то сторону вообще в принципе знаете такое ваше внутреннее состояние она более наполненная более эмоционально-чувственная здесь нет отвержения каких-то эмоций чувств здесь действительно про то что все хорошо давайте так скажу здесь все в принципе даже не про знаете я бы сказала здесь у вас произошло или вот сейчас происходит принятие того что что не делается только лучшему это как вот своего рода успокоения вообще внутренние какого-то диалога монолога то про доверие своего рода вселенной про то что если какие-то двери закрыты если какие-то дороги закрыты то это действительно нужно переждать это нужно принять на не просто мы сидим и ждем а мы принимаем это мы видим что нам это дает возможно это какой-то урок возможно это какая-то действительно информация к размышлению чтобы как-то что-то пересмотреть в своей жизни допустим своих мыслях действиях да и так далее и собственно взять такую но я не скажу что прям паузу а может быть действительно надо просто знаете как довериться тому что происходит а ты что ты чё вдруг тук сказал довериться тому что происходит да и вот она трататашки давайте так я это запомню если у нас где-то еще выйдет я озвучу что это такая частная трактовка так давайте смотреть советом в этой ситуации разобраться своими страхами тревогами взглянуть вообще на темную сторону того что происходит потому что смотрите как я сказала да вот это вот сейчас остановка скажем так вынужденная остановка там через какие-то там закрытые двери и так далее или же того что какая-то ситуация не разрешается она вам нужна для того чтобы что-то увидеть о чем-то подумать так вот наилучшая ситуация как-то стратегия в данном случае будет действительно взглянуть в ту сторону в которую вам страшно посмотреть собственно там дьявол то и выходил про то что те вещи которые мы в себе не признаем те какие-то стороны да те какие-то качества наши здесь именно смотреть туда где вы не особо стремитесь к взаимодействию где вы не особо стремитесь знаете как входить в цикл взаимодействия бы так сказала потому что на же есть наше желание да есть желание других людей и вот для того чтобы что-то закрутилось что-то пошло дальше нам нужно это как бы перерабатывать а у вас получается что как-то вы особо знаете это что-то не получается вы на этом циклитесь вы можете уходить в какое-то состояние уныния да там переживание какие-то там невозможности или такие упаднического состояния да и как-то знаете вот на этом на всем качаться а здесь вам говорят о том что вместо вот этого ты сходи посмотри что у тебя там скажем так на глубине на загляни себе прям очень глубоко-глубоко в свои вот эти страхи переживания потому что смотрите если вас чересчур вот этих вот мыслей на тревожных очень много и вы периодически или же постоянно гоняете собственно что в голове да то есть наружу и вам вселенная это начинает все отзеркаливать и собственно чего боялись то мы и получаем в конечном итоге здесь получается что ты посмотри чего ты боишься условно встречися со своим вот этим страхом побори его и ты увидишь как все начнет меняться хорошо предостережение предостережение заключается в том что вы будете знаете как твердолоба стоять вот на одном каком-то мнение на на одной какой-то мысли надо какой-то идеи не знаю там пути стратегии и так далее да то есть вы будете ну что было бы не совсем правильно отрицать другие возможности другие скажем так пути то есть получается что вывод как-то себе что-то придумали да и вот только так оно должно происходить по факту нет и здесь получается что вы не особо готовы знаете как-то я бы сказала расти над своей мудростью то есть смотрите что здесь не про отрицание своей мудрости и своего опыта а тоже о принятии того что этого может быть недостаточно и мне нужно опять же через свои страхи сходить найти это вытащить и с этим знанием уже пойти ну как новый виток вот этого всего потому что вам действительно знаете надо с чем-то прям сильно попрощаться с какими-то своими давайте так или слабыми сторонами или какой-то невозможностью здесь больше знаете про убеждения о себе здесь про установки ограничивающие которые не дают вам что-то делать что-то решать которые ставят вас в определённое ограничение что допустим там женщин там приличная женщина не может так поступить или там те кто себя уважают так не делают да и так далее но такие какие-то вещи здесь еще может быть вопрос низкой самооценки неуверенность соответственно в себе да хорошо смотрите у нас параллельно карты тени выпали до которые там изначально были там у нас было про возможно у кого-то есть завязка раз уж нам тут про низкую самооценку про вот это вот невозможность какого-то вот этого роста перерождения принятие какой-то новой идеи мысли да здесь возможно есть какая-то женская фигура на которая прям авторитетного стоит и которая вы прям сильно доверяете сильно слушаете так вот здесь идет про то там вот этот дьявол до сутки он выходил про то что ты обрати внимание кого-то слушаешь и здесь при всех вот этих картах выходит про то что ну у тебя внутренняя сила твоя должна быть то есть смотрите у кого еще есть связка допустим что скажет допустим та же самая мама да ни в коем случае нельзя там разочаровывать маму и вот это вот все обязательно с этим работайте потому что она может быть держит вас как раз таки вот в том что дальше вам не выйти здесь еще может быть вот эти убеждения что допустим такую замуж не возьму да потому что там наши температрица была это про семейность про какой-то про то что настоящая женщина да там вот эти вот все убеждения про настоящую женщину про то что какой должна быть женщина да и вот так далее про возможно есть чрезмерное желание до вступить в брак именно получить статус жены и вот здесь это может опять же проигрываться или же желание потомство да если вы еще фертильном возрасте периоде да то вот там у вас тоже знаете как чрезмерная вот это вот фокус туда направленный поэтому этим вас скажем как движет а но опять же это не для всех учитывая что я сказала здесь все-таки в общем посмотрите обратите внимание на свои страхи да и допускайте другие стратегии другие мысли на то что действительно там может крыться ответ ну что весы вот такой для вас прогноз на недельку ставьте лайки пишите комментарии насколько для вас все отыгрывается если еще не подписаны обязательно подписывайтесь и также у меня есть канал в телеграме ссылочка есть в описании переходите туда кому нужно подробнее посмотреть вот эту ситуацию которая здесь сейчас развернулась или же какую-то любую другую ситуацию прям сделать личный расклад мои контакты есть также в описании связывайтесь со мной но и до новых встреч пока пока